Привет, друг, на канале Смотри и учись с тобой. Миша и Егора сегодня не будет. У нас с Егором сильно не совпало время, прошу прощения. И сегодня будем смотреть за керри с Девсом. Тут с нулевой пошли проверять вижен. В случае чего Девс прокачал бы второй скилл, а этот вижен снял бы, потому что сейчас второй скилл наносит увеличенный дэмэдж по хребам в два раза больше урона. И второй скилл в зеничку на первом уровне, чтобы контролировать рюнджа. Это очень интересно. Тем более, когда мы говорим про керри с Девсом, неждатно негадно. За отношение урон к мане тоже. Второй скилл гораздо в игре. Ну, я действительно прокачал второй для ФБшки. Хотя, казалось бы, с первым можно нормально настрелять. И смотрите, какой интересный закуп. Интересно будет играть в эти цирклетки. Кажется, в кикбайер концы. Но керри с Девсом это что-то новое. Керри с Девсом это что-то, к чему невозможно подготовиться. Мне Егор эту игру скинул заранее. Я вот только сейчас узнал, что это керри с Девсом, когда увидел стартовый закуп. Когда увидел остальные пики. Потому что их просто-напросто нет керри. Я бы на месте Дайра подумал бы, что это керри Валор. Если не удивился бы. Придти на линию против дедушки. На первой позиции. Пока что не идет керри с Девсом, к сожалению. Причем плюха уйдет достаточно большая и анимация куда не шла. И каким-то чудом противникам хватило дэмэджа. Хотя казалось бы, тренг-герой очень прочный. А венгалл-эвл один не герой вовсе. Но зато по крестату добирает. Тренд вернется в фуловый. Криданул себе сразу же стики. Подвез себе тангуса. И в кикбай, точнее. А в тайнике у него уже базилка на будущий арканцы. Начнули кофейлер из бендов не будет. Хотя из бенды, думаю, безумие. До покупки шарда. На Девс совсем. Интересно скорость атаки. Шар, напоминаю, делая Девс в рейт-кликер. У нас часть зрителей в дату не играет. К тычкам с руки прибавляется эффект первого скилла. У иллюзии этот эффект ослабленный. И спешу линию. Интересно, получится ли у Трента. Нет, не собрался тренд делать отвод. Этот спот можно одновременно отвезти и стакнуть. Есть там ранжовые. Вроде бы с милишными тоже прокатывает, но здесь не уверен. Так, а что за ранг у Трента? Непонятно. Не калиброванный пока что. Софиграф нет. Ой, какая рискованная ситуация. Не стал тачковаться, кстати, на мужика. Во втором скиле Трента, что, кстати, не удивительно, потому что там все-таки всем поведенится. Так, сможет и доесть. Доесть не получилось, но главное, что венга мертвая. Девс живой, танго есть. Думал ветку съест. И также Лотос достанется через 20 секунд. Так, накапал Амана. И килл для Трента снова. Слушайте, 3 килла на линии и все 3 Трента достались. Ой, 2. Да, да, да. Один азист у него с драки в самом начале. И, кстати, по поводу Егора совсем без него я вас сегодня не оставлю. Новый год уже близко, а значит настала пора подарка. Хочешь Аркану или ДК Хук на этот Новый год? Хорошо, что эпики дают возможность заутать и Аркану, и ДК Хук в своем батл пассе. Аркана на 15 уровне, ДК Хук и плечи на СФ за прохождение. И все это бесплатно в осеннем БП вместо 300 рублей. А еще мини-игра Treasure Hunt возвращается. Временный, бесплатный для всех режим. Помоги Кункевичу дойти до сокровищ за 4 хп и залутай бесплатные шмотки. Сделанные тобой шаги сохраняются. За них можно зафармить мега рундуки, где лежат бесплатные шмотки. Играть можно раз в час, даже на мобильном телефоне. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии, также промокод на 15% к балансу и дополнительную попытку в новой мини-игре. Сразу хочется камеру на тренду переключить. Ботинок везет, везет танго и мангус тоже себе прикупил. Звучит очень круто. Зевса сейчас может регенить. Сразу сладкий ботинок подготовил. И не знает пока что, что танго ему тоже достанется. Достанется есть? Сперва лотос. Подвечный, сперва манго. У манго и лотоса звук одинаковый до сих пор. Я думал они на аспектах сделали. Но нет, видимо. С таким звуком мы будем играть. Менда сильно дезориентирует меня лично. Ну и Город уже что-то подобное говорил. Кстати, пошел рискованный трейд. У тренда все еще нет третьего уровня. Так, и заманил бару. Три орешка от тавра. На четыре. Ой-ой-ой, с хп-шкой беды. Жизнь. Тренд без телепорта до сих пор тренд не сможет похилить сейчас. Но есть стикер. По крайней мере не умрет от рандомного чаржа. Длиннейшая череда пауз. При вас такое не перемотаешь. Так, и ждет когда маны настроены собираются, чтобы не бояться этого чаржа. Про который мы уже говорили. И до тренда еще пять секунд. Что там тренд подготовил? Только один тангус подготовил. Может быть еще фласку? Или еще одна танга? Так, будет ли сбивать? Сбивает? Прыгивает? Живет. И даже на ресурсу против умудряется. Немножко настреливать. Мне кажется с братромом будем прощаться. Да, четвертый килл для тренда. Тангус сразу же перекладывает. Будет правда сейчас венга давать вижен и кидать стан? Ну нет, не угадал авенгаз с путем. Зеса. И продолжаются фокусы. Больше он изворотливый. Хилл правда опять не достанется. А нет, тренда стоял на этот раз. Зес бежит домой. Добежит ли? Давайте глазами Бара. Судя по всему добежит. Ну а тем более хапориген очень большой под Тавраймя. Сейчас в семерочках хапоригена пробежался. Маны на третьей тоже накапала. С арканцем манориген огромный. Арканцы тоже для тех, кто мотает. Сейчас собираются из базилки. И все, и уже дома. Живой, здоровый. Таригенец я сейчас взял каплю. Капля против венги хороша. Капля против Бара хороша. Его 30 скилл магический урон наносит. Поэтому ходит капля. Но это самый необычный лайнинг за последний месяц, наверное. Настолько это все странно выглядит. Керри Зевс, стомястер клетками. Постоянные трейды. Мансы 0 хп. Есть восьми участиями, играет Кокеток. Четыре из них восхита. Мне кажется, могло бы быть пять из-за тренда. Не пошатничал в одном из моментов. Да и на самом деле могло бы быть семь. Если бы везло чуть побольше. Ой, е-е-е, красотища. Смотрел на замес. И до кири Зевса. Пятый килл в ряд. Слепой волк, кстати, был. Там на Бару Вижен пропал. Нажал на область. Еще очень полезная привычка на область. Нажимать за скиллы, которые можно взять на область. Как, например, первый Дина. Второй Зевса. Потому что Вижена надо пропадает. И Каз сбивается. Постоянно когда смотрим прошли как на линии. Подмечаем, что скиллы всегда лезят на область. Здесь он чуть реже так делают. Надо же так. Нажатие на область может построить. Увеличить некоторые ситуации. Очередной замес на бой. Шел, кстати, скилл визуально. Но по итогу расхотел, но Винга живет. Винга от нейтрала. По итогу отлетела. Остановилась. Вымрешься на праймал без текста. Этот Киризес подходит. Киризес работает ручками. Киризес работает молнией. Благодаря капельке практически не теряет здоровье. Что мы смотрим? 4700 Творс 11 года на Киризеса. У него же с нулевой манта в Кикбайе. Никаких тебе филактерий, никаких тебе догонов, никаких тебе медасов. Просто манта без всего. Как будто бы так и надо. Готовится, кстати, к чарджу Бару, судя по всему. Ну, а действительно был готов. Очень круто в месте держит. Ну, я не пожалел ультимейт здесь. 5 секунд я нового лотоса. Сразу хочет нажимать. Я бы придержал. Но я тоже решил придержать немножко. Капаригена пятерка, как-никак. Манаригена 5. Тоже. И, кстати, Виндлэйсича в Кикбайе, Виндлэйсика очень не хватает. Спас тут линию. Надо от того, чтобы она была за пулями. Но это очень рискованно стоять на лейне. Когда у тебя прям убийство светится. У него Валора есть в команде. Наверное, на нее рассчитывает. Кстати. Валоре было бы на кого рассчитывать. Вот этот спот можно вправо отводить, чтобы одновременно был. И стак, и отвод. Точный тайминг вам не скажу. Точный тайминг я всегда забываю. Но там на глаз можно попробовать. И постоянно хочется сказать 200 голды до рецепта на амант. На неделе рецепт на амант сейчас невероятно дорогой. 1550 стоит. Невозможно к этому привыкнуть. Ну, все, возможно, но займет еще, думаю, пару месяцев. Может, казалось бы, больше не зили патча, я до сих пор нажимаю кнопку быстрой покупки, когда у меня 500 голы. И рецепт фигбая. Длинки лавку в ПТ-ную таскаю. Для Вангварда пар раз бывало такое, что у меня курьер на выходе хрипов стоял в ПТ-ной. Так, Валоры без ультимейта. Ситуация стрёмная, но есть какое-то количество помощи, стихи пропущены жадами. А, и придется погибнуть. 7х-3х сняли с него. Ну, зато в трейдер. В ужасном, кажется, трейдер. Так, если глазами прямо быстро. Ай, я щас. Потому что это очень необычная игра. Зевс колет, что нужно продолжать честь. Давайте глазами противника на это посмотрим. Приспокойно ушел. Странно, что они вдвоем испугались одной летучей мыши. Очень интересно, кстати, что за ранги. Опять же, у тренда мы ранг не узнаем. Тут 500-й, тут 500-й, 900-й у Леона и 22-ю у Зевса. Страшное дело, где выглядит, как игра с рейтинга значительно ниже. Но так часто бывает с крайне необычными пиками. Что происходит, что-то непонятное на карте. И уже очень большие преимущества, потому что были какие-то проблемки. Ну, нет, прям объездоел, несмотря на неудачные влета. У Валоры средненький кинотворца, а вот у Зевса просто громадный. У него звезды на 14-к, да, как-никак. Вы напишите в комментариях, как можно прийти к Киризесу. То есть ты проснулся, почистил зубки, умылся. Посмотрел в зеркало. Как можно вообще это принять? Ладно, герой с хорошим рейт-кликом, герой Bestower Damage. Ой, как же опять хорошо пришел в файт. И есть шансы догнать Бетраэдра. Сейчас будет семечка, семечка хорошо подзаметит. И болт в том, да есть, первый. Ой, хорошо, три блоки для Зевса, как это. Здорово, не готов, мы доставил. Ванта Стелл сам по себе пока что ничего не дает, но подождать минутку, дофармить себе еще немножко денег. И Ванта Стелл даст невероятно много. После я забрал руну мудрости, ему линию не оставили в отфарм. Атпшка в кулдауне, это очень большая проблема. Если бы Валори топ не спушивала, было бы здорово. Валори еще большой сбор здесь качают. На мудрости, смотрите, какие глаза бешеные. Идет драться. Но Бретрума им просто на просто нечем отлавливаться. И очередную лейдовую пачку забирает Валори. Возможно, не доверяет немножко Кирисиасу. Это единственное объяснение, которое у меня есть. Или так. Или просто решили накинуться на вышку. Валори через что играет. Через мышь, что играет. Стал, конечно, негаданно. Праймал без БММ по классике. А второе слово, что у него там летит. Вейл будет шею убрать. И он покажет страну, губит сами. Что-то у него в курьере. Шард. Словый Доблинка. Вот если сейчас срочно нужно забирать высотки, он сразу же станет паромашиной. Здесь мыть Валори есть, поэтому он позволяет себе поклать. Здесь у меня Валори, думаю, не пытался бы. Все летит шард, губит сразу же, уже Муншард. По классике. Единственное битва такое, что ты заходишь в айс 3-го скила, и дальше у тебя нет ни эскейпов, ни контроля, ни выживаемости, вообще ничего. Слово выживаемости, таланты у нас какие-то. Ладно, на здоровье все-таки взял. На пятнадцатом таланты какое-то недоразумение. Левый настолько плох, что берут правый, неправый этот вид смуз-пит на 3 секунды. Это же тоже недоразумение страшное. Кстати, там на древних стаке. Небольшие, но все равно приятно. И можно, в принципе, сейчас в этой области не уходить, закачать в этот двойной стак. Закачать еще древних. И уже все обновится. Здесь тоже очень быстро передвигается. Потому что может на хэйграунд перепрыгивать. Спокойно сейчас спевает на еще один из под древних. Ну нет, не хочет нас под древних. Хочет баррой опять гонять. Посмотрите на него еще над стопом смотрит. Он все-таки сделал себе стак древних, стрелять, переживал. Матерселл он отпушил линию. Я вообще думал, что он герой отпушит линию, чтобы сдать эту эксплуатацию. А потом сматерселл он закачает древних, чтобы не заниматься побегушками. Но тут свой подход. Хоть подход более безопасный, но при этом он теряет очень много опыта в своей нового фарма. И очень много времени на древних. Ну еще и хп сверху. И кстати, взял себе нейтралку на 150 мана. У него пассивка. Уменьшает дневной обзор. Но при этом увеличивает дэмэдж из цыгринать 10%. И чем тут написано так немножко странно. Как будто бы это дополнительный множитель. А вверх кай и так далее. Нет, просто здесь процент исполнен фикешна. Кстати, следы преступления. Оставил иллюзию, и герой сразу же убил аккуратно. Иллюзию успеют еще одну пачку закачать. На экспо не стал подходить. И продолжая жить на дрянь. У него только один лобл на карте. Но кстати, Сларк впишет спину. Сларк даже обгоняет. Тоже с вас с мышцейером Сларк. Как и Валора. Но мышцейер за апполь, он очень интересно выглядит. Но все-таки ни во что не грядится. Такая беда. Посмотрим, насколько много их будет внушить. Ой, какая красотища еще и здесь даем. Что-то в комментарии про дед доезд. Нормальная такая реакция от Сларка. Ну когда тебя такой толпой бесит. Тут не удивительно, чуть-чуть дельтануть. Ну и разумеется, играть он продолжит. Иначе игру мы не смотрели. Я игорка выбирал. Из Хейперстоун вообще не чувствуется. Что если из Хейперстоун, что нет его? Но Мэйшар почувствуется. Это мы уже сто раз проходили. Очень много таких девцов записывали. На Керри впервые. Ой, совершенно другой герой. Просто посмотрите на эту красотищу. Чудеса. Дилюзию, причем стабильно отправляет на линии. Опыт за лейновый фарм сам не берет. Ну и кстати, теперь уже 100% топотин левел на карте. Сларк тоже 15-й, только штаб, но мы везли по таланту. Но тут же шаг до 16-го Утеса. Как еще заходить в файп? Тут Кангаса свапом. Тут Барретт, тут Бэтрайдер. Кикбай и спика это... Исправляет многие вещи, но... Все равно себя свапнули, ты мертвый. Если бы разогнались, ты мертвый. Ну все, ладно. Надо, наверное, не сдавать, не верить, было. Красиво. Еще и Варт отыскал. Клявные две сотки. Валора. В самом деле прокатило. Но я не смог задолжить, к сожалению, и палево от крышков тренда. На второй скилл не хватало немножко времени. Возвращаемся после респавна. Талант за вас убить на 3 секунды муспида. Насколько это странный талант. И овощи не должно быть в игре. Он дает муспид на 3 секунды. И все делают вид, что так и должно быть. Нет, совершенно неадекватно, как по мне. И пайк начал с Драгонлэнса. С одной стороны с Драгонлэнсом без фармить гораздо комфортнее. Меньших хп теряешь с другой стороны с форстафом файта выходить. Приходить. Куда менее страшно. Иллюзии с Финдлейсом 420 бегут. И еще 6 секунд тихий. Спокойно зажрутую пачку. Как же круто он в армии. 15700 на творце. Казалось бы, ничего такого особенного не делает. Но тем не менее, насколько все великолепно получается. Иллюзии тоже по 2 вводят. Не по одной. У меня, кстати, есть. Саранее выдаст скил. Ай, красота. Все это у тебя получается. Еще одна иллюзия с вышивой пачку. По карте, кстати, вообще камеры не вводят. Пока фармить. Только на иллюзии наводится. Хотя прожитники обычно как сумасшедшие. Вот так вот камеры и вводят. Тут же нет. Кстати, давайте я как сумасшедшие камеры повожу. Леонов Ферстаф. Прямо убийство следового КБшкашева будет позже. Тренд в планах. А у Лотос, что неудивительно, против Батрайдера. Против Винги. У Валора после Мэш-Слэя Ради Соби. Я думал, просто ты заизраешь в этой игре. Старка гоним его, мы же видели, мы же плеера видели. И дальше в планах Саши Яши. Они самые частые гости у нас видосы. И Баралатар Докторина, который сейчас отлетит. Ману выжганную ультимейт. Как же больно. Баратрум просто на саппорта похож. У него вроде бы иный творец такой сносный. Но на этой карте в самом-самом отстойнике. По всем закупам пробежались. В это время ничего не пропустили. Зас продолжают древних качать просто. Любимый геймплей любого Кира. Убиваешь древних, убиваешь древних. Иллюзиями распушиваешь линии. Что еще нужно от жизни? По-моему ничего. Хотя в урон мудрости еще добавить и тогда идеально. Даже здесь кстати не берет героям кач. Но на их свинок раз постоял. Действительно герой очень уязвимый, очень страшный. Иллюзия провел мимо катапульта. У катапульта огромный магический разница. Второй мой шарт. Сразу же. Восемнадцать тысяч триста пятьдесят надфорсов. Выглядит круто. Ультимейт на вижен нажал, чтобы с муканкой застраховаться, потому что противники в области этого пошивались. Я начинаю понимать, почему это Кирзевс. Потому что им домом Севси ты не можешь стоять в армии древних. Их обязательно дожмет твой Кирзевси все. Ты поставил раскладушку. Переехал сюда жить. Я остаюсь, я буду жить. А что это за эффект? Похож на несостоявшийся свап венге. Как будто бы. Или может быть немножко от Чарджи Баратрума. Вот до игоря сюда, с которым можно было бы это обсудить. У меня мысли закончились. Немножко еще с тизером виспо ассоциируется. Но там другой цвет. Подождите, он притягивается. Ааа. Это 3 Леона. Все, тайно раскрыто. Ну, прямо-быста, кстати, свой никнейм. На сегодняшний день это мертв, но продолжаю играть. Это настолько же за. Я сегодня 12 матчей сыграл для этой записи. По сути, для кого-то 7.35, тоже глоток свежего воздуха. Тут даже много играет кто-то сейчас. Так, и третий тирк, очевидно, кибер-диален. Лучше него не придумаешь, но как-то он очень долго выбирает. Я взял ту нику, видимо, выбор не самый богатый был. Ну, и, видимо, кибера не было. И талант 22 талант, который кардинально меняет игру на таком кире Зевси, потому что теперь 12% текущего здоровья. За 3050% вкупать сносишь. Дальше уже сложнее. Но, тем не менее. Вообще, вот этот подход к Зевсу, как к ФК оформили, мне очень нравится. Потому что действительно очень быстро фармить. Мы это говорили в самом начале, но в основном мы смотрим здесь куда более активно. Не приждите. Потому что может. Валори с дизолином тут есть. Вампиризм у нее с максимальной игралки, да? Молодец, вот. Так что спокойно танчик. И Диас планирует брать Егис. Думаю, выбор писать. Я думаю, справа отравила будет. Скажи, что это еще? Ну, не, сброси. Он не хочет. Причем, главный прелесть второго маншарда в том, что в любой момент, когда тебе хочется, он перестает занимать слот. Так, может, у меня есть шансы разбогатить два леона? Кажется, разбогал. Два героя улетели. Влюзевшая Валори, это не проблема, потому что с ним в том, что с ним в том, что с ним в том, что проблема, когда ее убивают. Заметлено, как жены рубят. Появила виску нужно бить в момент, когда он себя притягивает, потому что он не запрещает себе атаковать. Так, Валори выкупывается, кстати. Это как бить. Как видите, Сварка он совсем не перебивает. Но благо, тут есть АХ. Пока что трейд 2 в 3. Бой 2 в 2. Давай я выкуп 2. Давай выкуп 3. Ты так поспешил делать выводы? Потому что забыл, что. Если бы золото по опыту, резинт в плюсе. Всем посреди на дамажу. Зевс. Справедливо. Чем минусы такого редклик Зевса? Что у него очень плохой табр дэмэдж. Очень плохой рожь дэмэдж. И что урон в основном магический. У нас есть Муэрто, который домашним магическим дэмэджем. Ну а то как Муэрто пушит или рожится. Я думаю выше на всяких похвал. И то и другое она сделает. Это восход. Что не скажешь про Севса. Тем не менее. На аккаунте с 23 рангом. Парень покатывает керес. Все это работает. 24 тысячи на творце у него. Не доломал т2 вышку. При том, что у него 2 и 1 вышки стоят. Так, а это шардовая валорка не показалась? Нет, не показалась. Куда мини-карте следил за файтом? Оказалось, чуть поменьше у него денег. Только дизоль купила тут же и блинг, и шард. Еще и миллиард денег сверху. Хайперстоун так далее. А, так это уже 33-я минута пошла. Вопросы сняты. Загляделся я за тем, как взял с фармом. Ну, медитативно, медитативно. Убил древних, убил древних, распушил линию. Повторил. Смотрим, пока что. Глазами союзников. Слопистом. План. В этом напоминаю медовый. Так, тут есть пайк. Причем даже не попытался разворачиваться. Пока не убедился, что он безопасности. Очень осторожно сыграл. Возможно, даже слишком. Не получается, пошел работать по еще одному тавру. Волота ушла. Волота ультима это почти минута. В противнике об этом знают. Ну, ладно, в трое меня не нападут. Он тоже так. Осторожно держится. Возведи. Возведи. То, как болт ваншотает крипов, это так необычно выглядит. Тоже нужно будет какое-то время, чтобы привыкнуть, что болт посвятить 700 крипсом наносят. Я живу, как сопротивляет крипов, как сопротивляет крипов, это так подфармливает. Пошел, бахнул по большому крипу. Через 5 секунд повторил. Нападение на бейтика. Начало бодрое. Чем дальше, тем хуже. Но все-таки долетела похоронная тычка. Светлин, сработай. Что мы вообще смотрим? Мужики. И, ну не только, мужики, а на 5% в аудитории юные лезер. Чуть меньше. О, ой-ой-ой, плохо очень прыгнул. Он по вилависку немножко поработал. По бейтику очень немножко поработал. Мне кажется, вилависку стоило сломать. Выглядит как смерть. Есть шансы упрыгать? Нет. Он сам ошибся. Этот прыжок подвил виску. Потом он его не разбивал. Этот шарик. Прямо быстро, как будто застрял в чем-то. Недалеках странно он двигался. Ничего не нравится, файт тут. То, что прямо убийца топчет с ларка. Вопрос, кому больнее, учитывая, что у него мейш-слейер. Есть девс, кстати. Камера не наводит даже файт. Взяли бультузки и на самом начале, что позиции показать. О, оппозиции. Это вообще прекрасно, это радио. Бэтик прилетел, как будто бы прямо в могилу. Котлата, шимпо, штук потол с мантой. По бейтику иллюзиями поработал. О, почти-то у него кристаллис. Я только что заметил по красным циферкам. Их, как бы я доедалус. А, я же видел, кстати, доедалус. Но я все равно, я знал, что доедалус, но я удивился, как первый раз. И дальше сатаник плана. Нет, слушайте. Если смешать дэмэдж, вот все, все вот это мое нытье на тему того, что он не пушит, он не ирошит, оно отменяется. Доедалус реально у многих. Здесь доедалус он тоже нет. И доедалус и совсем чуть остается. Талант 25-го взял на болт в радиусе. В принципе, круто выглядит для того, чтобы пачку шотать. С большой дистанции. Учитывая, что болтаны дэмэдж наносят, прям пушка. Спушили в сторону и аккуратненько идут нафиг. Нафиг отсюда идут. Подтеминг Рошана не хочется физить. Но мне кажется, можно было побить, убрать. В конце концов, подвыку с Ларком можно выйти. А, венгаринга. Лотосов сколько в команде? Тут только один. Не занимают позиции вокруг Рошана. Линии раскушены. Более-менее. Френд с телепортом. Френд с телепортом. Делается репорт на Т1. Я думаю, что придется по линии и через гейт придет. Так, даже более оправданно показал позиции и в этот же момент, если мы с мейтом призвал Рошана. Красотичный. Ну, если залосу, еще другое дело. Доедалус, дизоль. И моментально Рошана высыпается. Скоро сюда, гипсихатка. Маншат не вышел, я думаю, сошвернулся. Ну, вообще же не тот герой. Ну, съешь мой шарт. Тренд зацетапил прекрасный килл. Бэтрайдер без выкупа. 80 секунд возражается. И еще и Винга подставляется. Какая красотища. Мне кажется, что игра закончится прямо сейчас. Ка-2 сабика по минуте без выкупа. У него реально нормально, это бродэмэш-то был. Прико мишарбик приложить, все будет сейчас. Ну, еще бы как бы давайте-то самим. О, hell yes. Эфигая бабочка вообще. Ну, ловкость 126. С бабочкой будет еще больше, посреди другом еще больше. Так, что бабочка 10, хорошо бы. А, скорость эта гидраст. прошу прощения голос резко сел опа мегасы готовы на тут бэкдор пришли рентмит тп что у нас крипов защищать справедливый дэмэш пола помните как вас ларко пытался пробить зевс много воды всех протекло очень много и пупым да практически подошли пошел работать но чуть-чуть не хватало мне кажется будет не на 25 другой талант мог бы с этим это добить него там было еще опция дубличку скин получается игра заканчивается напоминаю что лайки это огромная помощь для канала один бесплатный клип что вы даете нам какое-то количество показов youtube лайки очень любят как и комментарии и всем огромное спасибо и мир вам